Здравствуйте! Вы смотрите «Давич» и меня зовут Светлана Халявина. В ближайшие полчаса мы вместе с корреспондентами Бюро новостей расскажем о событиях города и области. Ну и в начале выпуска коротко о его главных темах. На улицах города снегоуборочная техника. А что во дворах? В этом году что-то вообще непонятно, что творится. Старые и опасные. В Кирове снесут 21 аварийный дом. То есть это все создает угрозу жизни и здоровья граждан. Знакомые пейзажи и лица в Кирове открылась выставка картин о Вятском крае. Рекордное количество снегоуборочной техники вывели сегодня на улицы города. Чиновники городской администрации отчитались, что это больше 130 машин. Масштабные работы начались еще накануне в 10 часов вечера. К полуночи дорожники на 80% убрали выпавший снег в центральной части города в Нововятском районе, Ленгасово, Дороничах и Метрограде. Снегопад завершился к 3 часам ночи, но работы продолжались. Они идут и сейчас, утверждают в мэрии. На дорогах работает больше 100 машин. Но, несмотря на это, кировчане недовольны. Жалуются на тротуары и пешеходные переходы, которые, по их словам, вообще не чистят. Тротуары хуже, конечно. Дворников убрали, убрали. А машин таких не пустили. Они у нас непригодные эти тротуары такие большие. И тротуары проблемные, переходы проблемные. Вот, светофор. Переходишь, очень тяжело переходить. Простите за мой французский. Никак не ходится. Как им кверху, понимаете? Так и говорю. Ну, вы сами видите. Я сегодня ребенка в садик везла. Я думала, я, честно говорю, я вот себя лошадкой представила. Просто санки застревали. Застревают не только санки, но и машины. Особенно во дворах. Об этом сообщают сами кировчане в социальных сетях. Такая ситуация, к примеру, на Карла-Липнихта 67. Сегодня представители муниципального контроля зафиксировали там ряд нарушений по содержанию придомовой территории. Во дворе утопающим в снегу побывала Анна Стефаненкова. Во дворе у своего дома на Карла-Липнихта 67 пенсионерка Анна Попова этой зимой еще ни разу не видела ни снегоуборочных машин, ни дворников. Таких снежных гор, вспоминает, не было больше 50 лет. Раньше по утрам всегда снег убирал дворник. В этом году что-то вообще непонятно, что творится. Я вот тут вот в этом промежутке 18 декабря упала и почти сломала спину. В восьмом часу вечера шла из поликлиники. И лежу так торпилась, хорошо, что была в этой шапке и воротник. Из-за этого только травму не получила. Снег и сосульки на крышах – одна угроза. Уже сверху специалисты муниципального контроля сегодня свою проверку начали именно с этого жилого дома на Карла-Липнихта 67. Сфотографировали сугробы на крыше, мусор, лежащий рядом с контейнерными баками. Измерили величину снежной колеи. В данном проезде колейность, как видите, порядка 22 сантиметров. То есть идет превышение и следует нарушение правил на лицо. По нормативу снежные впадины не должны быть выше 5 сантиметров, рассказывают специалисты. Данный дом постоянно в плане снега на крышах, на сосулях, постоянно к нему замечания. И про чистки проездов также. Все нарушения, которые в этот раз выявили сотрудники муниципального контроля, будут переданы управляющей компании. Она, в свою очередь, обязана устранить все замечания в течение одного дня. В случае невыполнения работы, организация выплатит штраф до 200 тысяч рублей. Сейчас работаем в усиленном режиме. Скажем так, все задействованные сотрудники администрации ответственны по данным направлениям. Информацию собираем, направим управляющей компанией. Надеемся, что управляющие компании нас услышат и примут те меры необходимые, которые возложены на них законодательством, которые от них ждут и жильцы домов, и жители города, и администрация соответствует. Между тем, обратиться с жалобами по расчистке придомовых территорий, а также в целом по их содержанию и не только. Кировчане могут по телефону единой диспетчерской службы. 48-4-0. Анна Стефаненкова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. У домов, о которых речь пойдет далее, тоже есть крыши. Вот только зимой их чистить никто точно не будет. Аварийные строения уже расселены, но при этом остаются на карте города, и рядом с ними тоже ходят люди. Объекты представляют опасность для жизни и здоровья горожан, посчитали в прокуратуре. Во всяком случае, к таким выводам сотрудники надзорного ведомства пришли после проверки в Ленинском районе. Что в итоге решил суд и планирует ли администрация исполнить его решение, расскажет Дмитрий Житарчук. На первый взгляд глухая заброшенная деревня. Только стоит этот дом недалеко от центра в районе железнодорожного вокзала. Давно расселен по муниципальной программе по переселению граждан из аварийного жилья. По этой же программе власти обязаны были демонтировать объект. Результат очевиден. При этом еще 20 расселенных домов в Ленинском районе до сих пор пугают своим видом горожан. В прокуратуре и вовсе считают, бездействие властей опасно для жизни. То есть это все создает угрозу жизни и здоровья граждан. По фактам выявленных нарушений закона, прокурор Ленинского района города Кирова направил в суд исковое заявление с требованием к органам муниципалитета организовать работу по сносу вышеуказанных аварийных домов. Исковые требования органов прокуратуры судом удовлетворены. В итоге суд постановил снести больше 20 расселенных домов на Бородулино, Деповской, Блюхера, Комсомольской и Влингасово до конца этого года. Стоит напомнить, пока прокурорская проверка затронула только Ленинский район. И пока власти решают одну проблему, тут же появляется новое. Согласен с прокурорами историк Антон Касанов. Уверен, город нужно зачистить от гнили и мусора. Это, конечно, влияет очень сильно на облик города, с одной стороны, потому что действительно такие здания не украшают город, улицы. Плюс ко всему именно социальная точка зрения часто не становится прибежищем для социальных элементов. И, в общем-то, здесь же кроется еще одна причина, почему эти дома так часто горят. На данный момент в городе 75 расселенных аварийных домов, которые необходимо снести и скоро проблему не решить, объясняют представители администрации даже в одном Ленинском районе. Уже понятно, что снести все расселенные дома в этом году не получится. В администрации города поясняют, что на демонтаж одной вот такой постройки уходит в среднем 2 миллиона рублей. При этом на эти цели в этом году выделено чуть больше 3,5 миллионов. И поэтому максимум, что смогут сделать власти, это снести в этом году два расселенных дома. Решение суда по сносу аварийных домов имеется, но денег на его исполнение нет. Чем грозит администрация, неисполнение требований суда станет известно через 11 месяцев. Герои нашего следующего сюжета пока только ждут расселения. Их дом признан аварийным. Но люди боятся, что здание может разрушиться еще до того, как они получат новые квартиры. Степень аварийности сегодня оценила и Елена Шарыгина. У меня на подоконнике постоянно тряпочки лежат. Утром встаешь их в тазик и выжимаешь. После этого Екатерина Скопина моет хлоркой подоконники и окна. Эти процедуры позволяют хоть немного остановить распространение плесени в квартире. Но этого все равно недостаточно. Квартира угловая, стена в холода сильно промерзает. Комнату продувает, она не успевает просыхать. В таких условиях женщина живет больше 10 лет. Из них 5 лет дом имеет статус аварийного. Дом изношен на 98%. Наверное, уже скорее всего должны вот нынче нас расселить. Но так как мы ездили осенью в управляющую компанию по расселению, и нам сказали, что еще за 12-й год не переселено 60 домов. Когда нас переселят, мы не знаем. Основная проблема, считают люди, сильно изношенный фундамент. Коммунальные аварии, затопленный подвал и влажность привели к тому, что кирпичи начали разрушаться, а дом опускаться. Об этом свидетельствуют дыры в полу на первом этаже. Чтобы из подвала не дуло, люди решили запенить чели. Говорят, немного помогло. Но от влажности и дальнейших разрушений это не спасает. Идут трещины по стенам, это идет все за батареей и так дальше. И на кухне у нас тоже уже как бы все крушится, вертится тоже, трещины везде идут. В районной администрации люди могут предоставить жилье в маневренном фонде. Но пока, по данным властей, этим правом никто из жильцов не воспользовался. Такой возможности нет и у жителей дома номер 22 на Октябрьском проспекте. Официально дом не аварийный, но несколько жильцов уже переехали из соображений безопасности. Стена разрушается. Светлана Скопина считает, что это произошло после прорыва трубы в подъезде больше двух лет назад. Долго не ремонтировали и фундамент начал рассыпаться. Что и привело к разрушению стены. Управляющая компания никаких мер не принимает, хотя обещали отремонтировать еще полтора года назад. Сказали, что в апреле отремонтируют. Как я понимаю, что ремонтировать они дом не собираются. Может быть, в жилищную инспекцию снова обращаться, потому что и предписание было им прокуратурой предоставлено, управляющая компания, и жилищная инспекция как-то, наверное, на них воздействовала. Люди хотят, чтобы дом признали непригодным для проживания. Но для этого нужны собственники жилья. А большинство квартир в доме сдаются в аренду. Хотя поторопиться стоит, опасается Светлана Скопина. В соседнем подъезде история повторяется. Лопнула труба, никто не ремонтирует. Значит, стены тоже могут начать разрушаться. И тогда дом точно не справится с нагрузкой, считают люди. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей ДАВИЧа. Обсудить проблему аварийного жилья в Кирове мы пригласили члена общественной палаты Кировской области, председателя комиссии Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. У нас в студии Сергей Улитин. Добрый вечер, Сергей Николаевич. Добрый вечер. Ну, во-первых, хочется спросить, как вы считаете, остро ли у нас стоит проблема с аварийным жильем? Проблема стоит остро. Она остро стоит везде, по всей стране. Но я бы здесь вопрос переформулировал. А решаем ли мы эту проблему? Потому что мы сейчас находимся в точке, когда закончилась одна программа и началась другая программа. Все жилье, которое было признано аварийным в Кировской области до 1 января 2012 года, в 2018 году расселено. Это факт уже, это точно. Это попало в программу. У нас там есть пара домов, назовем их проблемными, по Кировской области, которые не расселены по разным причинам. Но, тем не менее, это факт. Так, они расселены. Да, они расселены. И у нас наступает следующий этап. Это те дома, которые признаны аварийными и ветхими после 1 января 2012 года. Вот сейчас, если открыть интернет-ресурс ГИС ЖКХ, мы увидим, что по городу Кирову таких 318 домов. Когда они будут расселены, там для ряда домов есть сроки 2019-2020 год. Но, на самом деле, надо говорить о том, что программа ни по Кировской области, ни по городу Кирова пока окончательно не сформирована. Я ожидаю, что где-то в январе, самое позднее феврале, она будет утверждена. То есть я правильно вас поняла? Один закон, согласно которому должны быть расселены дома после 2012 года, он есть. Но программа, которая позволяет это сделать, ее пока нет. Программа, в которой попадает перечень домов и попадают сроки и финансирование, это пока не утверждено. А за чей счет? Программа будет городская? За счет городского бюджета формироваться или все-таки федерального? Там будет софинансирование. И, по крайней мере, предыдущая состояла из трех источников. Это бюджет города, федеральный бюджет, достаточно большие средства и областной бюджет. Ну вот сейчас действительно проблема есть. И вот герои нашего сюжета тоже в том числе ждут расселения. Но есть и те дома, сюжет был перед этим, которые уже расселены, но они еще не снесены и представляют определенную опасность. Скажите, кто за ними должен следить и вообще, когда они должны быть снесены? Есть программа на это какая-то? Средства на ликвидацию тех домов, которые попали под программу расселения, они заложены были тоже в программе. Поэтому это должно было быть сделано. И я уже располагаю информацию о том, что в ближайшее время 21 дом будет снесен, в том числе по иску прокуратуры. Да, у нас тоже есть такая информация. Я беру внимание на эту проблематику, но это вечная история. То есть мы расселили, там на самом деле иногда бывают вопросы, связанные с финансированием, а иногда организационные вопросы. Точно так же, как вот переселение. Мы переселяем дом, там остается один житель, а мы его найти не можем, его физически нет. Нет. И вот для власти это предоставляет определенную трудность, с которой они в лучшем или меньшем случае справляются. Это первый случай. И второй случай, когда люди отказываются выезжать в то жилье, которое им предоставлено. Такое тоже есть. Но дома ведь, безусловно, несут какую-то опасность, те, которые уже вроде бы расселены, даже если представить, что они все расселены, но не снесены. Безусловно. Безусловно. До тех пор, пока здание не снесено, ведь оно же не зря попало аварийное. Что значит аварийный дом? Это дом, который предоставляет опасность для проживания. То есть у нас, еще раз, ветхое и аварийное жилье отличаются только тем, что в ветхом жить еще можно, но уже бы не надо, а в аварийном уже жить опасно. Поэтому есть у нас маневренный вход. Он, правда, не очень сильно отличается по своему состоянию. Да, это так действительно. И кировчане тоже это отмечают. Да, но тем не менее, когда власть начинает разговаривать, отдельно взятые граждане начинают, или их нельзя найти, или они выставляют те требования, которые завышены. У нас же есть жесткое правило, допустим, переселение метров в метр. И вот если говорить об опыте Кировской области, который высоко оценен, в том числе и на федеральном уровне, вот этот у нас микрорайон Долгушино, где мы построили дома. Ну, поверьте мне, практически за одни и те же деньги, то, что мы наблюдаем, как людей, в какого качества жилье переселяют в городе Кирове, и в какое качество переселяют в районах, ну, кировским точно повезло. Скажите, у меня к вам вот какой вопрос будет. Мы уже много лет, ну, правда, много лет говорим о том, что есть аварийные дома, есть те, кого расселили, те, кто ждет своей очереди очень долго, да, вот в этих опасных домах. Вот сейчас вы говорите такой момент, когда новая программа еще не сформирована, да? Вообще, какие есть опасения на этот счет у вас? Как может ситуация развиваться? И что вообще город, например, делает для того, чтобы ситуация решилась? Вы контролируете ведь это как общественники? Ну, в большей степени мы обращаем внимание на те дома, в которые переезжают люди, потому что в последнее время появился даже термин такой, новые ветхие, ну, новые аварийные дома. Очень сложные были вопросы, и мы, как бы, несколько раз наблюдали за ситуацией, которая происходит в Ленгасово, там, где в подвале нового, хорошего, в принципе, дома постоянно стояла вода. Несколько раз приходилось выезжать в поселок Торфяной, тоже там была проблематика, в том числе мы обращались к московским экспертам. Это вот как наш сюжет как раз. Да, 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 да. Я думаю, что в первую очередь в программе будет две вещи. Первая – это деньги, потому что от денег зависит скорость строительства домов, покупка квартир. Сейчас ведь мы в прошлом году обращали внимание, в том числе прокуратуры, на ситуацию в Кирове-Чепецке. Там, поскольку под переселением было немного, то муниципалитет не строил дома, а покупал квартиры. И в этой ситуации, когда объявляешь на конкурсы и предлагают квартиры на вторичном рынке, получается, что с одной стороны они завышены по цене. То есть, вот реально, если ты открываешь газету, то можно купить за более дешевых. Только очень кратко, пожалуйста, Сергей Николаевич. И, к сожалению, законодательства так, то есть, нарушения не было, это было правило в законодательстве, и мы обращались в том числе с предложением о том, как этого избежать. Ну и если у меня будет последний вопрос, так как наше время эфирное ограничено, вот если возвращаясь к тем домам, которые подлежат сносу. Вот наше голосование сегодня в нашей контакте группы Девятка ТВ Киров показало, что кировчане считают, что на месте снесенных домов должны появиться новые школы и детские сады. 85% из проголосовавших этот вариант ответа выбрали. Еще был вариант ответа новостройки, торговые центры, развлекательные объекты. Есть был вариант, пусть лучшее деревья посадят. Как вы считаете, что должно появиться на месте снесенных домов? Я считаю, что все зависит от того места, где у нас есть дом. То есть, индивидуально надо подходить? Конечно. Во-первых, у нас есть разрешенные зоны использования. Уплотнение застройки, наверное, это плохо. Но появление каких-то рекреационных зон, это точно здорово. Я очень бы это приятствовал. Я вас благодарю, что сегодня пришли, ответили на наши вопросы. И прощаюсь с вами, а мы продолжаем эфир. До свидания. До свидания. Больше 1200 нарушений выявлено в ходе проверок работы управляющих компаний за прошлый год. Об этом сообщают в Кировской госжилинспекции. Там подвели итоги лицензионного контроля. В 2018 году было проведено 15 плановых и почти 2000 внеплановых проверок по обращениям жителей. В основном нарушения связаны с технической эксплуатацией жилищного фонда и порядком расчета платы за коммунальные услуги. В итоге возбуждено свыше 1000 дел об административных правонарушениях. Управляющим компаниям предъявлены штрафы на сумму 14 миллионов рублей. Напомню, что в прошлом году 23 новые управляющие организации получили лицензию. При этом 21 жилконтора заветного документа лишилась. И сейчас небольшая пауза. И вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. Купели оборудованные кировчане готовятся к крещенскому сочельнику. Знакомые пейзажи и лица в Кирове открылась выставка картин о Вятском крае. Сходили за покупками, встретились с друзьями и почистили снег. Кировчане рассказали, чем запомнился им уходящий день. Это «Давичи» и мы продолжаем. С пятницы на субботу православные верующие отметят праздник крещения Господня. Многие по традиции пойдут за святой водой, а после окунуться в прорубь. Места для этого уже оборудованы. Где именно и кому купаться не стоит, расскажет Дмитрий Житарчук. Главное в Бога верить, а окунаться в прорубь или нет – дело сугубо личное. Никто не обязывает совершать этот ритуал. Так считают некоторые служители Трифонова монастыря. Но местную купель к визиту многих верующих подготовили. Ее отремонтировали еще в 2018 году. В этом уже осветили мозаичную икону Божьей Матери внутри купели. И в этот день Бог освящает весь мир. Поэтому мы стараемся прикоснуться к освященному миру. Стараемся набрать святой освященной воды, окунуться в освященной воде. И очень хорошо, когда люди приходят в храм не только в сам праздник крещения, Богоявления Господня, но и накануне, 18 января, в Крещенский сочельник. В Кирове в праздник будет оборудовано несколько купелей, так называемая официальная, одна – здесь, в Трифоновом монастыре. Здесь будут дежурить медики, спасатели и полиция. Но традиционно горожане приходят и на пруд в дендропарке. Власти решили взять ситуацию там на контроль. Там будет организовано с 18 на 19 число с 23 до 2 ночи дежурство спасателей. Количество двух человек оснащены всем необходимым средством, чтобы можно было оказать необходимую помощь по спасению. Специалисты Роспотребнадзора уже сходили в церковь, были и на пруду, на авиатском дендропарке. Забор проб воды в купелях делают ежегодно накануне православного праздника. Исследования проводились на микробиологические показатели. Это количество бактерий в определенном количестве воды приделось и паразитологическим. Вся вода у нас соответствует требованиям гигиенических нормативов. Медики традиционно не испытывают восторга от массового окунания в ледяную воду. Неподготовленным может грозить инсульт и инфаркт после погружения. Готовиться нужно, говорят специалисты, за полгода, то есть закаляться. А людям с различными хроническими заболеваниями, заболеваниями мочеполовой системы, с астмой и так далее, и близко к холодной воде подходить запрещено, считают врачи. Но если вы все-таки планируете совершить обряд омовения, вот несколько простых рекомендаций. Мы обязательно, кроме купальника плавок, берем махровое полотенце, теплую сменную одежду. Желательно без наличия каких-то застежек, пуговиц, чтобы вы могли быстро одеться. Босиком по льду, соответственно, не каждый тоже выдержит прийти. Обувь должна быть не резиновой подошвы. То есть можно даже взять какие-то носочки шерстяные, прямо в этих шерстяных носочках подойти к прорубе и ниже окунуться. И главное, никакого алкоголя до окунания и после. Не советуют медики также курить после купели. Сужение сосудов переводит к большему переохлаждению организма. Пишут картины больше 60 лет, но персональную выставку организовал впервые. Художник Олег Прадед представил экспозицию «Эпиграфы» в выставочном зале Музея Воснецовых. Это 50 работ, посвященных жизни вятских людей, природе и элементам быта. Анна Стефаненкова готова поделиться впечатлениями. Задумчивый взгляд в домашней одежде, на кровати сидит свободно. Так своего соседа по больничной палате Ибрагима Назырова отразил в своей работе вятский художник Олег Прадед. Портрет он написал по фотографии только через два года после встречи с героем. Очень такой эрудированный участник войны, Великой Отечественной войны. После войны он еще какое-то время служил в Германии. Мы с ним говорили на всевозможные темы. Когда написал этот портрет, я позвонил ему, телефон мне дал, мне ответил женский голос. Он умер. На выставке не только портреты, но и пейзажи, натюрморты, фрагменты из личной жизни автора. На свою первую персональную выставку, выставочный зал на Карла Липнихта художник предоставил 51 работу. Каждая выполнена в одной технике – на холсте маслом. Я вот, допустим, акварель, очень сложная техника, я ее никак не мог освоить, потому что там своя специфика. При высыхании она светлеет, темнеет. Не смог я ее постичь. Выставка эпиграфа – это своего рода размышления художника о новом времени и самобытном, о человеческих характерах. Это путешествие по вязким деревням и селам, по городским улочкам. Особенность этой выставки в том, что художник многим работам написал небольшие авторские заметки, из которых мы можем узнать, почему он написал ту или иную работу, можем узнать историю мест или людей, которые написаны. И это важно для понимания художника. То есть Олег Владимирович очень философский художник. Увидеть работы вязкого художника Олега Прадеда Кировчане могут в выставочном зале Музея Воснецовых на Карла Липнихта, 71. Выставка эпиграфы будет открыта до 10 февраля. Анна Стефаненкова, Александр Нестеров, Бюро новостей Дайвича. Таким был этот четверг, 17 января, глазами наших корреспондентов. А вот чем этот день порадовал кировчан, мы по традиции спросили у них самих. Что у нас сегодня хорошего произошло? Котовку чистим от большой массы снега. Очень хорошо зарядились энергии, сейчас пойдем погулян на набережную. Чистили снег, а потом приехали покататься. Ой, у меня пара отменили, это замечательно. Дети живы, здоровы, родные, близкие здоровы и хорошо. Мы пообедали, и это хорошо. Сейчас иду на свидание. У меня произошло сегодня великолепное событие, мне муж прислал денег. С утра здоров, это вполне достаточно для счастья. У меня дочка в больнице, и она выздоравливает. Планируется хороший вечер, с любимой девушкой. Выходной день, наверное, дали. Можно погулять по городу. Погода отличная. Ну, мы все уже, по-моему, обошли театральную площадь, сходили, мороженое поели. Прибиралась. Купила новый смартфон. Поставили мне вайбер, и первый звонок был с Украины, от сестры. Вот, очень приятно. Это все, о чем успели вам рассказать сегодня. Я напомню, что вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Светлана Халявина. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»